Если подводить итоги, скажу только одно Этот мотоблок может с легкостью конкурировать со всеми современными мотоблоками А многим давать фору Моторчик завелся Здесь как это все сделано? Повторюсь, это 80-е годы, друзья мои Задняя передача Отключили Передняя передача Отключили Такой мотоблок прослужит еще 30 лет как минимум И будет вас радовать не только своей работой Но и своим запуском Своим крутящим моментом И возможностью работать комфортно со всем активным навесным оборудованием Я думаю, все из вас с такими фразами знакомы Как трава раньше была зеленее Мороженое гораздо вкуснее Да и воздух был чище Но это все лирика Давайте перейдем все-таки к фактам Раньше отечественные мотоблоки занимали действительно огромный рынок Была конкуренция внутри этого рынка Даже тот же самый мотоблок МБ-1 Сделали разные города Разные модификации И они действительно отличались друг от друга Возьмем марки, которые раньше производили Нева МБ-1 Санкт-Петербург Калуга АК Перми Луч Каскад Ну и также не забываем про Уфинский Урал Друзья мои Все эти мотоблоки назывались МБ-1 Но модификация этих мотоблоков действительно была разная Компоновка отличалась Да и устройство этих мотоблоков тоже было конкурентно способным между друг другом Сейчас у нас осталось АК и Нева И это уже не тот МБ-1 Нева уже давно стала МБ-2 И редуктор уже поменялся Но все же давайте перейдем к нашему времени Сейчас знаете какое время? А время фикс прайса Я думаю такой магазин всем знаком Так и сейчас на рынке огромное количество китайских мотоблоков Которые отличаются цветом и мощностью мотора Можно в них долго ковыряться Искать разные болтики Но по сути это один и тот же Китай И сейчас что вообще на рынке происходит? Мы видим к примеру мотоблок Кентавр Сделанного в Беларуси Друзья мои Ну я не знаю Честно говоря мне кажется То ли вы все дети То ли вы все невнимательные То ли привыкли что уже русского человека Все обманывают Это тот же самый стандартный китайский мотоблок Он ничем не будет отличаться от тех же самых мотоблоков Брайт, Аврора И еще кучу других китайских наименований Они знаете вот по сути чем отличаются? Выходным валом 23 либо 32 миллиметра Редукторы есть Если вот по типу Брайта 105 и 135 Да оба редукторы шестеренчатых Но они отличаются друг от друга Наличием пониженной передачи То есть грубо говоря Раньше китайцы все были 2 плюс 1 Сейчас добавили третью А многие там еще четвертую передачу Ну и компоновкой ручки Больше Они ничем не отличаются Друзья мои И вот среди вот этого всего шлака Вы начинаете перебирать Изучать рынок И вы думаете что вы там чего-то найдете Нет друзья мои Вы там ничего поверьте мне на слово не найдете Все они совершенно одинаковые Как две капли воды Ну да у одного качества покраски Будет чуть получше Но по сути это все один и тот же самый Мотоблок китайский И ничем он друг от друга не отличается Именно поэтому я и хочу сказать Что сейчас идет рынок деградации Нету никакой внутренней конкуренции Нету ничего того Той изюминки Которая была раньше Именно поэтому я и хочу вам рассказать Про сегодняшний мотоблок Каскар Который действительно был Конкурентоспособным С нашими отечественными мотоблоками И в нем есть все те решения Которые даже на сегодняшний момент Будут превосходить намного Все китайские мотоблоки Которые есть сейчас на рынке И именно этот мотоблок Заслуживает огромное уважение Не только из-за того что он сохранился По сей день вот в таком вот отличном состоянии У него техническое Его техническое состояние сейчас Оно изначально даже Что ему уже там 20 лет Оно лучше чем у нового китайца Он проработает гораздо больше И давайте рассмотрим его Почему же раньше мотоблоки Каскад делали лучше И почему трава была зеленее Всем привет друзья Вы на канале садовой техники Гарден Сток Меня зовут Алексей И я его ведущий Всех вас рад снова увидеть Я всегда думал что когда работаешь Когда работаешь в сфере садовой техники Уже более 20 лет То удивить себя уже просто невозможно Друзья мои Я действительно ошибался Сегодня я вас буду удивлять Поэтому прямо сейчас Наливаем кружку чая А я приступаю к рассказу Хочется начать с того Что это действительно полноценный мотоблок Это не какой-то вам китайский культиватор Потому что Когда вы покупаете Какой-то китайский мотоблок Вы не думаете о том Что эта игрушка работает Только с фрезой Ну да Конечно Плохой окучник к нему прикрепить А вот чтобы работать С каким-то активным навесным оборудованием Здесь вам придется учить азы циркового искусства Либо просто упирать коленями в мотоблок Работать с такими мотоблоками С активным навесным оборудованием Будет как минимум неудобно Либо просто невозможно Этим же мотоблоком напротив Вы будете подключать к нему Да без разницы Современное какое-то активное оборудование Либо тех же самых годов В которых этот самый мотоблок Работать он будет очень удобно и хорошо И при работе с роторной косилкой Либо с роторным снегоуборщиком Вы не будете испытывать дискомфорта А только удовольствие При работе с этим мотоблоком При определенной сноровке И ваш ребенок будет отличным помощником У вас в огороде Видите? И у меня подрастающее поколение Помогает мне Субтитры сделал DimaTorzok Если настроить правильные обороты Мотоблок УМБ То даже ребенок Может обрабатывать целину Как вы видите это Он отлично справляется Давайте начнем с силовой установки В принципе это Брикс 80-го года Моторчик ДМ Я думаю все знают Что это целиком скопированный Американский мотор Мощностью 5,5 лошадиных сил Даже в сегодняшних реалях Этот мотор заводится с пол оборота Крутящий момент выдает Гораздо больше чем у любого Китайского LePan При мощности в 6,5 лошадиных сил Не забывайте Кубатура этого мотора 317 кубов А не какие-то 196 Именно этот мотор Может за собой тянуть телегу Даже весом в тонну Что касается запуска Да конечно он заводится тяжелее Здесь уже надо сослаться на то Что раньше не было таких технологий Которые есть сейчас Да и русские Не настолько сильно копировали Как китайцы сейчас копируют Ту же самую Honda Именно поэтому китайские моторы Я на 100% заверяю вас Заводится лучше чем этот мотор Но ресурсный отказ у этого мотора Будет на порядок больше Давайте возьмем фрезы И начнем рассматривать их Друзья мои Что касается фрез Я вот могу вам сказать Да здесь будут кругляк Но я бы конечно сейчас бы вам открутил И показал насколько здесь большой люк В качестве металла Который использовался в то время В те года Оно конечно же намного лучше Вот фрезы которыми работали Я думаю ну минимум лет 7-8 Здесь даже краска осталась Друзья мои Сейчас которые мотоблоки приходят Краска у них после первой работы Вся отпадает Но здесь же как вы видите Фрезы выглядят В очень удовлетворительном состоянии Ими можно смело работать Фрезы сами по себе разборны Но что касается этих фрез Знаете вот почему-то Все берут китайский мотоблок И думают Блин да почему он скачет по земле Почему он не работает Да потому что он для рисовых полей Разрабатывался изначально А этот мотоблок Разрабатывался для наших Для нашего чернозема Для нашего суглинка Именно поэтому Эти фрезы могут проходить Даже по целинной земле С первого раза И брать ее И не надо вам 2-3 раза Как с китайцами бегать Вот посмотрите Насколько у него углубляется фреза И как углубляется Самое главное Когда китайские мотоблоки Начнут так же копать Тогда я сам себе куплю Китайский мотоблок И вот вам такая же целина Которую мы работали Все то же самое Только я здесь отхожу И даже по целине Он у меня идет одной рукой Эти фрезы Они Смотрите Ножи находятся На расстоянии Друг от друга Максимальном Если мы сейчас положим Рядом китайские фрезы То там ножичек к ножичку Будет вот на таком вот расстоянии Да Чтобы там обработать Какие-то рисовые поля Они для этих целей подходят Но для нашей земли Где у нас там прорастет трава Это уже понимаете Вы будете слоями снимать Сначала 5 сантиметров Потом 7 Потом 10 Потом 15 Потом там еще И углубляться Вот такими вот вещами Не верите мне Посмотрите видео на ютубе Посмотрите мои видео Как я там брал Тот же самый мотоблок Нева Работал им И тестировал его Рядом с китайцем И вы поймете О чем я сейчас говорю Сами фрезы Они разборные Регулируется ширина Можно задать 40 сантиметров Можно задать 86 сантиметров Можно докупить Дополнительные фрезы Мощности 5,5 лошадиных сил Хватает работать Шестью секциями фрез Дополнительные фрезы У нас продаются Эти же фрезы И шли с ним в комплекте Также что интересно В комплекте идут Удлинители осей Сейчас естественно Все производители Экономят Ремешки запасные Убирают из комплектации Удлинители осей Надо докупать отдельно Раньше Ну вы покупали мотоблок И поэтому с ним шли Не только удлинители И запасные ремешки С ним шла Запасная свеча С ним шли Прокладки Для мотора С ним шел Шнурок запуска Запасной Если этот порвется В общем то Если вы такой мотоблок Купили И куда то увезли Далеко Вы не будете Иметь головную боль Что будет Если он у меня Завтра сломается Все шло в комплекте Что касается Еще этого моторчика ДМ1 мотор Ставили практически На все мотоблоки Но Сам этот мотор Он немного Отличается У него сделали Немного другое устройство Бензобака Во первых Они его увеличили Он стал здесь 7 литров Во вторых Кран бензобака Вы посмотрите Он на крышке Самой бензобака Вы После каждой работы Могли подойти Закрутить его Либо перед началом работы Открутить его Теперь посмотрите На состояние Этого бака Вы знаете Вот мне много Действительно попадалось Мотоблоков Которые к нам привозили Но Баки были все ржавые Здесь бак Он состояние И нит Новый Совершенно новый Друзья мои Мне время Ничего Не испортило Здесь А почему Да потому что Качество металла Как я уже сказал Было совершенно Другое Теперь я хочу Вас ознакомить С этими колесами Я здесь недавно Наткнулся На видео В ютубе Покрышки 2025 года Где показывают Литые колеса Без камерку Сделано По тому же Самому принципу Да Они были дырявые Они могли ездить По всяким Бордюрам Как обычное Само настоящее колесо У нас внешний Протектор А также Внутренний обод Между ними Между ними Натянуты Мягкие спицы Из смеси Композитного Каучука А также Полимерного Стекловолокна Главные преимущества Этой шины Еще раз повторимся Какие так сказать Выводы Уже можно сделать Первое Это отсутствие проколов То есть даже если Гвоздь туда воткнется В компании Мишлен Говорят что Как бы окей Все нормально Второе Не нужно следить за давлением Тут в принципе Такого показателя нет То есть в принципе Такой датчик И такая система В машине Она уже не нужна И не востребована И в принципе Вас не отвлекает от дороги И третье В компании Мишлен Заявляют что Этого колеса Будет хватать Намного дольше Чем обычной резины И здесь Друзья мои Вот в те годы В 80-е Лохматые Делали покрышки Которые сейчас Заново хотят изобрести Ну У меня бред конечно Но вот сейчас Хотят изобрести Заново Те самые покрышки Которые Раньше Уже делали Протектор Широкий Мощный Колеса можно использовать Как По езде Асфальту С телегой Я имею ввиду Так же И при работе С плугом С окушником Вам не надо было Докупать раньше Грунтозацепок Производитель Заботился О покупателе О своем Теперь Что очень интересно Да Друзья мои Это тот же самый Мотоблок МБ1 Но органы Управления Здесь Существенно Отличаются От всех Тех мотоблоков Отечественных Которые Вы видели Во первых Рулевая колонка Вот здесь Есть рычажок Такой Снизу Вы могли Одним движением На себя Отрегулировать Подрост Человека И зафиксировать Моментально Фиксируется Она здесь Просто Молниеносно И очень надежно Механизм Просто работает Настолько качественно Сколько это возможно Раз Работает с каким-то другим Навесным оборудованием Раз Все Все четко Никакого люфта Все как вот Единая конструкция Держится Потом Также Здесь У нас Регулируется Сама рулевая колонка Влево Вправо Вы знаете Сейчас каждый Производитель Он что делает Он максимально Все удешевляет В этом Мотоблоке Максимальным Было наоборот Сделать Комфортную Работу Для человека Для покупателя Этот Мотоблок Все Можете идти Рядом с ним А не по паханому Полю Все это Делается Моментально Сейчас это делают Только какие-то Дорогие Европейские Мотоблоки Наши же Мотоблоки Посмотрите На современные Мотоблоки Нева Либо на современные Мотоблоки А там вообще Ручка никак не регулируется Вверх вниз Ходит Подрост Регулируется Это уже Прогресс Но Интересный момент Вы все помните Да Как включается Коробка передач В мотоблоках МБ1 Ну я имею ввиду Реверс Как включается Передний Задний ход Там есть Два рычага Одним рычагом Вы включаете Переднюю передачу Вторым рычагом Вы включаете Заднюю передачу Естественно Никак это все Не фиксируется Надо это держать Все Здесь как это все Сделано Повторюсь Это 80-е Года Друзья мои Задняя передача Отключили Передняя передача Отключили Я Когда увидел Этот механизм Я просто Реально Офигел Почему Сейчас Не делают Точно так же Дроссельная заслонка Ну Помимо того Что это все В металле И вот этим тросиком Они здесь Заводы Естественно Не менялись Раз нажал Ничего Никуда не ходит Худном Все держится Раз нажал Ниже В самый низ Все это Фиксируется Все Это Работает Возьмите Вы сейчас Любой Тросик Китайский Наш Отечественный Вы вот Чуть-чуть Его нажмете От вибрации Он сразу Будет уходить Обратно И приходится При работе Ну Я думаю Всем это Знакомо Держать Пальцем Дроссельную Заслонку Удобно Офигеть Как удобно Ну Что тут Еще могу Сказать Сама Рулевая Колонка Здесь Нету Пластиковых Частей Все это Металл Здесь Нету Никаких Это Знаете Вот Вот Здесь Все Сделано Не для Красоты Вы скажете Ну Раньше Просто Не было Пластиков Был Пластик Вот Пластиковая Часть Был Пластик Все Это Делалось Не для Того Чтобы Было Максимально Красиво Вам Продать А Максимально Надежно Чтобы Этот Мотоблок По сей День Выглядел Как Новый Вы посмотрите На него У него Реально Состояние Я Знаете Могу Любой Китайский Мотоблок Достать У него Краска Будет Облупливаться И Вот Этот Мотоблок Которому 30 лет В обед И он Выглядит Лучше Чем Китай У него Металл На порядок Лучше Толще И он Еще Я думаю Прослужит Лет 30 Как Минимум Ему Ничегошеньки Не будет Совершенно Что Касается Переключалки От Пониженной На повышенную Передачу Она Находится На том же Самом Месте Как И У Всех Мб1 Вот Эта Вот Кнопка И Она Как Осуществляет За Пониженную И За Повышенную Передачу Друзья Мои Я думаю Настало Время Продемонстрировать Вам Работу Мотора И Запуск Его Ведь Этот Мотоблок Полноценно Работает Даже В Наши Годы Так Я Карбюратор Я Опускаю Ее В Самый Низ Она За Карбюратором И После Чего Подходим К стартеру И Начинаем Продергивать Его Находим Слабину И От Слабины Рыв Вверх Моторчик Завелся Законку Воздушную Мы Убираем Работает Отлично Просто Хочется Включить А у Нейтралка Стоит Или Нет У Нейтралка Стоит Сейчас Я Включил Передачу И Продемонстрирую Вам Скорость Опа Это Все Вперед Передача И Назад Передача Это У Нас Вторая И Теперь Первую Первая У Нас Небыстрая Комфортная Ни Реверс От А Заглушим И Мотор Блин Вещь Просто Вещь И Несмотря На то Что Ему Сто Лет В Обед Я даже могу его легко конкурировать с любыми И сравнивать с любыми новыми мотоблоками С этим мотоблоком в комплекте шли не только почвофрезы, сошник и пневмоколеса Но и вот такой вот пакет с инструментарием Инструкции на русском языке, на сам мотоблок и на двигатель Здесь же мы можем ознакомиться, какого года мотоблок Вот такая вот штуковина, что у нас здесь? Шнур от стартера, да? Дальше прокладка блока цилиндра И уплотнительные кольца карбюратора Полный ремкомплект, отлично Воздушный фильтр, его здесь уже использовали Свечка запасная Что у нас здесь? APC И удлинители колес Смотрите, какие раньше делали удлинители Блин, что сейчас делают? Польгу какую-то, а? Вот удлинители Вообще, кстати, ни разу никто их не эксплуатировал Ну и также Это, я так понимаю, ключ для того, чтобы откручивать Свечку Пружина Не знаю от чего Свеча еще одна старая Какие-то болтики непонятные Так, ладно, давайте смотреть, какого года у нас выпуска мотоблок Я думаю, это самый интересный вопрос Дата выпуска Четвертое число Март месяц Девяносто восьмой год Друзья мои, я вообще, честно говоря, не понимаю, почему эти мотоблоки Обанкротились Что было не так Вот, на мой взгляд Это самый прогрессивный мотоблок Который я видел из всех МБ-1 На мой взгляд, это лучшее То, что делали в те годы Давайте все это уберем Да, сейчас, кстати, начнут мне все вопросы писать Откуда у вас, Алексей, этот мотоблок взялся Где его нашли Что это за мотоблок А я вам скажу Это мотоблок нашего подписчика Человеку 70 лет Он уже не в силах работать с этим мотоблоком Но у него есть огромное желание Чтобы этот мотоблок достался в очень хорошие руки Поэтому я для всех желающих Оставлю обязательно телефон его сына Который этот мотоблок продает Вы можете с ним созвониться Поговорить о цене за этот мотоблок И при необходимости его купить Я думаю, такой мотоблок прослужит еще 30 лет Как минимум И будет вас радовать не только своей работой Но и своим запуском Своим крутящим моментом И возможностью работать комфортно Со всем активным навесным оборудованием Я же просто хочу вам показать Что делали раньше И насколько сейчас деградация идет в мотоблок строения Все сейчас хотят заключить с китайцами договор Сделать красивый мотоблок для продажи Обязательно гордую надпись поставить Сделано в России Какой-нибудь российский флаг еще нарисовать И все это выдавать под соусом Сделано в России Нет, друзья мои, вот этот мотоблок Сделан в России, в СССР Все остальное Это уже дня Если подводить итоги Скажу только одно Этот мотоблок может с легкостью Конкурировать со всеми современными мотоблоками А многим давать фору Ведь качество металла этого мотоблока Превосходит на порядок Все современные аналоги Которым даже нельзя прикоснуться сваркой А если прикоснетесь Будет просто сквозная дыра Сейчас этот мотоблок стоит в нашем магазине Вы можете приехать, посмотреть его Окунуться в историю Магазин находится по адресу Московская область Пушкинский район, село Тарасовка Улица Большая Тарасовская, дом 81 Но лучше всего перед этим позвонить на телефон Петра Это сын хозяина И договориться, где мотоблок Может он его увезет себе на дачу Поэтому предварительно звоните Уточняйте этот момент А потом только приезжайте к нам в магазин Но в нашем магазине есть Все современные отечественные мотоблоки Которые действительно могут На сегодняшний момент конкурировать С этой легендой С этой историей Это отечественные мотоблоки Под брендом Красный Октябрь Мототехника Нева Поэтому хотите купить Вот такого старичка Проверенного временем Звоните Петру Хотите приобрести новый современный мотоблок Качественный, действительно Который будет очень хорошо работать Приезжайте к нам Мы вас проконсультируем Подберем все необходимое навесное оборудование Погрузим в машину И уже отправим в богород Оработать и получать удовольствие С вами же был канал Гарден Сток И его ведущий Алексей До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok